МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это телевизионный проект «Так и Ягты». В нем мы стремимся показать, что люди, которых вы видите по ту сторону телевизора, такие же обыкновенные, как мы с вами. Это первый телевизионный проект, в котором ведущие носят брекеты, а гости к нам приходят со своими продуктами. Это первый телевизионный проект, в котором мы заранее не знаем, какое блюдо приготовит повар из этого набора. И это первый телевизионный проект, в котором нам нужно угадать, какие же два ингредиента добавил повар в блюдо от себя. Гость сегодняшней программы – Евгений Кашевой. Евгений Кашевой. Он же Женя, он же Жека, он же Лысый. Один из самых узнаваемых людей Украины. Единственный артист студии «Квартал 95» с актерским образованием. Мечтает снять кино и очень гордится своей дочерью, которой удалось выиграть крупную сумму в шоу «Рассмеши комик». Привет, Лоха. Пожалуйста, такие отели. Мы в телепроект, в котором гости к Катрику для Саши и Круга. Да, спасибо. Мы на неделе не жрали, что-то приедем. Значит, во-первых, это пакет. Так, пакет пригодится. Я сегодня услышал, что в Индии придумали съедобные пакеты. Они там из картошки, из крахмала, из чего-то еще. Вот, но это не такой. Ты предлагаешь сразу после этого поехать и проверить. Сразу поехать и проверить. Что это? Что это такое? О, боже, еда, люди. Какое счастье, наконец-то. Съемочная группа. Я вас накормлю, ребята. Наконец-то. Не только шутками, прибаутками, но еще и, собственно, и хлебом насущным. Брынза. Брынза. Перец, что очень символично. Еда. Еда. Собственно, это можно сразу. Не, нельзя сразу. Лучше приготовим. Лучше приготовим. В таком случае мы сейчас пригодимся. Это, да. От меня барсетка. От Жеки. Барсетка от Жеки. Жека, добро пожаловать. Давай теперь позовем нашего уважаемого повара. Давай. Которому и предложим что-то из этого приготовления. Я понятия не имею, что из этого можно сделать. Серж. Ой, здравствуйте. Серж, добрый день. Серж. Жека принес набор продуктов. Что из этого можно сделать на первый взгляд? Так, что тут из мира. И добавите что-то от себя. Да, да. А мы попробуем угадать, что же вы добавили, да? Супер. О, хорошая сеть, пока вы. Это тоже в блюдо пойдет, да? Не себе. Это мы в блюдах. Что же придумал? Спасибо. Спасибо. Выбираем будем что-то. Супер. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не то, чтобы родители хотели Мама хотела, чтобы я Ну да, у меня папа царственной весны Был котельщиком, мастером цеха В общем, он перепробовал Множество профессий Сначала на литейном заводе В поселке городского типа Ковшировка Где я, собственно, родился А потом мы переехали в Алчевск Ни хрена себе на кокс работать Да Переехали в мегаполис Как мне тогда казалось И, естественно, мама хотела, чтобы я пошел по стопам Естественно, рабочие и молодежи И работал в Алчевске На металлургическом комбинате И меня как-то эта перспектива Не сильно привлечала Я обо всем рассказал отцу И мы поехали поступать в Луганский колледж культуры и искусств Таким образом я стал, да Вот таким, каким я есть Ни для кого не секрет, что ты очень много ездишь Проводишь много времени на гастролях, на концертах Вопрос от обывателя, от людей по ту сторону телевизора, от меня тоже В каждой ли комнате у тебя есть телевизор Для того, чтобы твои родные могли все время видеть папу В любую минуту, когда им только закончится Да, у меня есть телевизор Ну, дома телевизор, конечно, в каждой комнате Я не уверен, что моей младшей дочери интересно, конечно Но хотя нет, когда я появляюсь на экране Мне все время качает, что папа люблю И бежит целовать телевизор Слава богу, телевизор повешенный высоко пока А Варя такая ей очень интересная И иногда пораздумывает вместе со мной Мы сейчас с тобой сидим, разговариваем А она может быть, допустим, сейчас вот смотрит И обсуждает вместе с нами То есть вопросы Она такая девочка Очень общительная и любознательная Что касается супруги, есть всякие фейстаймы, скайпы и все остальное Ну, в общем, я знаю, что за мной следят Вот так Ты под колпаком Я под колпаком, под женским И я этим горжусь Более того, не просто за тобой следят Мы попытались найти на тебя досье Есть вот такая фотография Да, это 2001 год Скажи, пожалуйста, ты узнаешь здесь себя? Нет, конечно Моя супруга, когда смотрела это выступление И смотрит эти фотографии Она говорит Боже мой, как я могла за это выйти замуж Ну, понятно, что в 2007 году я был уже немножко Так сказать По Потолще Хотя, в принципе, ничего не поменялось с того времени Просто здесь на фотографии очень большой рот Тут даже, кстати, кажется, что твоя голова привешена с помощью фотошопа На самом деле это не так На самом деле это не я Жень, ты уже больше 10 лет Являешься постоянным участником состава актерской группы Студии Квартал 95 Мы видим по этой фотографии, что ты за эти 10 лет, конечно же, изменился Как минимум, у тебя появились новые джинсы Да, спасибо Как минимум, из моды вышел клер Да, 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 ушил Ушил, да Скажи, как за эти 10 лет, по-твоему, изменился сам юмор у нас в стране? Ой, ну, очень поменялся, конечно Конечно, если раньше, допустим, на какие-то темы было можно шутить Ну, то есть, вообще, находясь в стране Находясь в стране, невзирая на цензуру Я имею в виду на личную, на личную, на внутреннюю То есть сейчас ты более осторожничаешь и понимаешь Что сейчас люди в связи с ситуацией в стране Они стали более такие озлобленные И хочется их как-то привить больше внимания к юмору Многие сейчас очень модно стало кричать Что квартал достал своим политическим юмором О том, что наши авторы исписались У нас не хватает тем На самом деле, сколько людей, столько мнений Это понятно, и так всегда будет Сейчас модно просто стало трындеть На квартал Я не считаю, что мы таковыми являемся Мы, какие были веселые, такие мы и остались Чему призываем все население нашей страны Которые находятся в сером цвете Хочется их разукрасить просто немножко И придать жизни хоть какую-то маленькую смешную изюминку Ты не случайно упомянул по поводу цвета Есть у нас такое Капец Мы попытались Вася, как всегда, показывает мускулы свои И своей спиной прикрывает мой живот Жека, мы попытались придумать несколько названий к этой фотографии Влад забыл ключи И угадайте, кто будет открывать квартиру Трое в подъезде, не считая фотографа И натяни костюм на Васю Жень, скажи, пожалуйста, кто фотограф на этой фотографии? Кто-то по-любому снимал Кто-то снимал, да Это кто-то, по-моему, то ли из Васькиных друзей То ли кто-то из Владика друзей Потому что я бы не позволил Не позволил бы себя фоткать в таком виде кому-то из своих А может быть был фотограф местный То есть из подъезда человек Это не в подъезде Так вот же лестница Это за кулисью Дворца Украины В таком виде, ты представляешь, в таком виде заходят три чувака лысых Говорит, в какую квартиру? Консьержка уже не говорит, вы просто в какую Да, это у нас знатное трио было Можешь сказать, это возобновим Это был какой-то номер? Это был номер, это называется трио блестящее За четыре моря была песня В каком месте блестят все трубы? Ну, естественно Это понятно всем Это был концерт, посвященный женщинам Где все мужчины исполняли песни женских групп Или просто исполнительниц слабого пола Жень, раз уж мы заговорили о концертах, о праздниках Такой вот безумный может быть вопрос Может быть когда-нибудь я все-таки дойду до этого уровня Заработаю И у меня вопрос Сколько нужно, сколько стоит пригласить весь актерский коллектив Весь вообще, вот весь На один час Я понимаю, что одной почки не хватит Не знаю, смотри какая почка, если она большая Я не знаю, я как-то в эти финансовые вопросы не влазил Но насколько мне не изменяет память Около 15 тысяч евро Час? Да Часовое выступление без ведения Без всяких конкурсов Попади ручкой в горлышко бутылки Мне главное, чтобы компания была хорошая Чтобы люди были адекватные И все Жека, ты работаешь в новогоднюю ночь? Да, конечно Мы будем во Фридоме в новогоднюю ночь Сколько ты новогодних ночей, сколько лет подряд ты уже так работаешь? Работал до этого 8 лет подряд Работал в новогоднюю ночь, не приезжая домой Вот это будет второй год Не, не второй Третий год, когда я приеду домой После, вот выступили, допустим, в новогоднюю ночь Я поехал домой к семье Продолжим нашу фотосессию Да, да, пожалуйста Пошли пары И вот есть у нас, да, такое парное фото Это на одном и том же мероприятии Совершенно верно, мы определили по рубашке Наш третий друг, который сбежал Мы еще думали, кстати, отрезать его или нет, но все-таки Это шестой Жень, какая связь между этими двумя фотографиями? Это было сделано Во-первых, у меня одежда одинаковая Это я вижу точно Твоя? Моя, да Во-вторых, это был корпоратив А, нет, это было Это было вручение премии какое-то Я вижу Нет, 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 это было какое-то вручение премии Я точно помню По-моему, мы даже тогда что-то получили Вот, все одеты красиво, а я в своем Мы позволили себе назвать это фото Для того, чтобы познакомиться с Вовой, надо заплатить все Ну да, если соединить, да, супер Ты не случайно затронул тему детей, Вари Мы, конечно же, все были свидетелями того, как она вырвала 20 штук Она уже наверняка потратила их Нет, она не потратила В один детский дом мы купили то, что было нужно И вот сумму в 10 тысяч еще она оставила И мы переведем ее в детский дом Мы просто ждем подтверждения Знаете, просто сейчас перестали доверять людям, которые иногда там даже в фейсбуке пишут все 100% Вот документы Да, вот документы, сделайте репост Очень много раз обжигались Вот билеты на теплые острова Да, на своем личном опыте обжигались Потому что перечисляя деньги на лечение детской онкологии Эти деньги ушли непонятно куда Это было очень давно Ну и после этого случая мы как-то очень осторожно к этому относились Поэтому вот в Черновцах нашли детский дом, который очень нуждался в продуктах Вернее, не в продуктах, а в помощи В помощи, да И мы не материально, скажем так, не денежно помогли А помогли именно нуждами их А здесь там ищем, ищем Все в процессе Мы припасли фотографии Это великий момент Такую реакцию сыграть невозможно Абсолютно невозможно сыграть И вот эта фотография, она облетела просто весь интернет И кто-то может подумать, что здесь Евгений Кашевой Видит свою дочь на сцене Рассмеши комика Нет, он просто спит Нам кажется, что ты получил счет за отопление Это, кстати, тоже, да Пришел счет за газ Бомба! Что там скрывать? Ха-ха-ха Да, у меня был шок Но ты действительно не знал, что она Как это удалось скрыть? Нет, конечно, знала вся съемочная группа Знаете, Владимир Александрович скажет Будешь держать в тайне не только это Не знала вся съемочная группа, кроме меня Это была правда Я потом отомстил Я знал, что Саша придет Малая, Вовкина И не сказал И никто не сказал И никто не сказал? Конечно И Саша даже не сказал о папе, что сколько она выиграла? Нет Ха-ха-ха Да Саша Они, конечно, молодцы Они соревнуются по-своему Уже растет младшее поколение Дай бог, чтобы они увидели счастливых Как в школе восприняли такое событие? Ну, ты знаешь, вообще в школе очень она там на голосе дети тоже говорила Вы не сдавали на ремонт, я так понял, года два после этого Не, мы сдаем на все как раз Вот, у нас очень хороший преподаватель Татьяна Анатольевна Кантор Мы из-за нее там в школе держимся Она умничка В школе мы сдаем на все Поэтому, она когда пришла в школу после комика Естественно, там кто-то порадовался Кто-то из детей завидует Положи деньги на телефон Да, да, да Она Очень как-то, знаешь, осторожно относится к тем людям, которые Которых она, ну, боится, что ли Или которых не может сразу раскусить Вот Поэтому такая она Немножко Я, может быть, противоречу себе говоря То, что она очень общительная и любознательная Но в то же время она очень такая осторожная И дети завидуют иногда, потому что хвастаются, знаешь Хвастаются там Мне папа Лего купил На меня новая кукла Мне папа купил вторник А Варя показывает фотографии из-за кулис Это фотографии с Потапом С Настей Каменских С Тиной Кароль Со всем украинским шоу-бизнесом И тогда, когда дети понимают, что нечем перебить Тогда они начинают Да, ну и что И начинается вот это детское все кривляние Что твой папа может только скакать по сцене и все Ну Она тоже хотела понять Тяжело ли это скакать на сцене и все Она поняла, что тяжело Когда ушла в голос дети С восьми утра до восьми вечера Они репетировали с Лешей Конечно, это тяжело Кем бы ты хотел, чтобы она стала? Я не буду настаивать Она очень хочет стать актрисой Разносторонней, скажем так Универсальной Она хочет стать актрисой, которая будет и петь, и танцевать И на шпагаты садиться, и все остальное Она хочет стать Людмилой Горченко, я так понял А вот Людмила Марковна-то Была, ого, какая Если она станет такой Я возражать не буду На самом деле нельзя детей Направлять в русло, которое нужно родителям Не то, что нужно, а вот они хотят В жизни все может поменяться И может быть наступит такой момент Когда эта профессия, которую привили Родители своему ребенку Она может быть просто не нужна И ребенок скажет Ну что, вы хотели, я вот Я получил то, что вы хотели А что мне теперь делать? Поэтому пусть лучше она пойдет Своим путем, скажем так Это ее хотение, ее мечта Пусть она их не идет Я, ну Говорить о том, что я буду помогать Где-то разговаривать, где-то устраивать блат Я так не хочу Нету интереса потом к этому У меня не было блата И мне было интересно учиться Мне было интересно каждый день просыпаться И идти на новую пару И там узнавать что-то новое У меня было стремление У меня была ступенька, которую мне дали И я от нее пошел-пошел А когда у тебя все есть У тебя есть там деньги У тебя известный папа И все остальное То пропадает какой-то интерес И у тебя вседозволенность И вседоступность Раз уж мы заговорили про образование Насколько я знаю, ты единственный участник Студии квартал 95 У которого есть актерское образование Да, это правда А после еще ты закончил и режиссерские порции Да, это было заочно уже Режиссерский получил бакалавра Потом вступил в магистратуру Началась война И так мы и не закончили Это было на базе, да Закончил Луганский колледж культуры и искусств Актерское театральное мастерство Поступил в Луганский институт культуры На режиссуру Закончил режиссура бакалавра Поступил в магистратуру Отучился один год И все Ждем Что будет потом Ты будешь снимать кино Я очень хочу На самом деле Может быть, конечно Это и не мое Может быть, я сниму какой-нибудь там Какой-нибудь блокбастер Который посмотрит 70-80 миллионов человек Не, ну это уже ты слишком это загнул Нет, ну может быть, начнем Начать с клипов С каких-нибудь Не знаю я Я пока об этом не думал Я хочу сыграть киллера, которого убьют Все бабы будут планы Пусть даже на первых секунд Это клип, да Это действительно Ты только что рассказал сценарий Да, я просто, да Кому нужно, берите на заметку Я знаю, ты очень увлекаешься Дорогими спортивными автомобилями Ну прям увлекаешься Дорогими спортивными Увлекается он Криштиану Роналду Каха Каладзе Вот они увлекаются А я так Я в этом деле Не то что новичок Я любитель Я очень люблю скорость Очень люблю свою машину И одну Я все люблю свои машины Они быстрые Они качественные Они американские Они суперские Чешешь так под рулем Конечно Меня все, конечно, ругают За то, что я гоняю Я стараюсь это делать аккуратно Теперь все ругают За то, что ты Южный мост проезжаешь Быстрее всех остальных людей Нет, к сожалению Как бы я не хотел На Южный мост Я еду так, как все Со скоростью 5 км в час Что касается Дарницкого Да, я его не замечаю Самое время, наверное, узнать Подоспело ли наше блюдо И попробовать его И попробуем угадать Какие же ингредиенты Добавил от себя В то блюдо, которое мы, кстати, тоже не знаем Да, хорошо Сэр, друзья мои Сэр, что там получилось? Что-то Попробуй, Дэн Я там что-то додал Что-то додал Нам нужно угадать, что это такое Грибы я видел Перец я видел Картошки А ты картошку приносил? Нет, картошки не приносим Это платье Приятного визита Жень, как устроен твой гастрономический рацион? Ты завтракаешь, успеваешь, не успеваешь? Нет, я в последнее время стараюсь завтракать Но иногда не очень получается Потому что в 6 утра себя очень тяжело заставить Вкинуть в организм Это уже когда приезжаешь на площадку Тогда Можно Себе позвали там Бутрик какой-нибудь Или еще что-нибудь Боже мой, как вовремя я к тебе пришел Я же тебе о чем Скажи, как питаются артисты на сцене? Вы, бывает, снимаете по 12, по 14 часов Ну, бывает, снимаем По 26 Ага Это два раза нужно приехать Кетерингу Так А то и три На самом деле Мы Если не кушать То теряются силы Поэтому стараешься есть там через каждые Ну, на площадке Через каждые там 5-6 часов Я думал, ты скажешь Мы снимаем порой 26 часов Но если не кушать То мы можем уложить сайф 3 Нет Так, к сожалению, не получится Это все Работа колоссальная Поэтому И кетерингу тоже иногда достается Есть какой-то проверенный? Или Конечно, есть проверенный Проверенный, который никогда не отравит Который приезжает со специальным человеком Который Одноразовым Попробуем Не отравлено Все Вкусно Вы его на всякий случай держите до конца съема Чтобы быть уверенным Показываем Показываем Если вдруг еда отравлена То показываем всем, что с ними будет Если они будут мешать снимать квартал Жень Ну, а когда все-таки время бывает Появляется? Готовишь сам? Ну, я тебе так скажу Если, допустим В интернете найти какой-то рецепт Допустим, вот нашел я как-то рецепт Израильской яичницы Шакшука называется Я приготовил Девочки кушали Было очень вкусно Вот все, что касается яичниц Яичниц Яичниц, омлетов И все, что связано с этими прекрасными продуктами Все могу Все могу Но в основном покупаю Сразу видно, что ты не танцор И тебе легко особенно удаются блюда Перечисленные Я могу сказать только одно Приходи завтра еще Да, я не ухожу пока Жень, скажи, пожалуйста А Варя готовит что-то Вот к приезду папы Она любит готовить Сладкие десерты То есть это может быть там Она возьмет шоколад Растопит Сделает из него какие-то там Ложечка или вилочка Сделает какую-то фигурку И обратно там поставит Как-то они у них с бабушкой В общем, все это Налаженное производство Печеньки всякие Может делать там какие-то Вот Ну, омлет опять же Она тоже, если ее Саму дома оставить Чем мы еще пока Нет, сделали, конечно Боюсь, дома не будет А вот Но я думаю, что она справится И с голоду не умрет Хотя И 9 лет почти Но она все равно не может без этой фразы Сделайте мне, пожалуйста, чай Хотя сама она Прекрасно знает, где все лежит И прекрасно знает, что можно сделать Жень, как ты думаешь Что от себя, кроме картошки Добавил еще повар? Ну, я так думаю, что это соус Сыра, наверное Потому что сыр чувствуется Но просто если его там Растопить или натереть брынзу Все равно такого не получится Какой-то соус Я пробую это блюдо И могу сказать одно Пришел, увидел, накормил Красавчик Спасибо тебе Спасибо, что зашел Спасибо Позволь от крепкого партнера нашей программы Сказать тебе спасибо За то, что ты нашел время И заглянул к нам Накормил И немножко хорошего настроения Класс Как раз пока будешь стоять в пробках С водителем Заходи еще Хорошо, спасибо большое Обязательно Это был Евгений Кашевой В телепроекте «Так и я, как ты» Не забудьте включить ваши телевизоры В следующую субботу Примерно в это время На Первом деловом С вами был Алексей Отрощенко До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»